Нам было обещано 7 числа, что нам их дадут, 8 числа в 2 часа ночи, в 2 часа утра поступило боевое распоряжение, в котором написано дать все, сегодня 9, 8 было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто в наглую обманули. Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся. Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано, первое важное, это в случае ухода с позиций будет признано как измена Родины, это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос, кто Родине изменяет, видимо тот, кто подписывал. По поводу того, что солдаты из окопов бегут в российской армии, это проблема не солдат, это проблема тех, кто ими управляет и кто ставит задачи. И рыба гниет с головы, и поэтому если задача ставится через жопы, то солдат, он уходит из окопов, потому что бесполезно погибать не нужно. Солдат может погибнуть, и к сожалению так часто бывает, но солдат не должен погибать из-за абсолютной глупости его руководства. А эту глупость руководства генералы на местах и полковники обязаны выполнять, потому что команды, которые им сверху даются, они просто абсолютно преступны. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Продолжение следует...